В молодежном центре состоялся исторический квест «Битва за Москву». Участники игры, в числе которых были студенты Ямальского многопрофильного колледжа, переместились на 80 лет назад и взяли на себя роль красноармейцев, защитников столицы. Репортаж Дарьи Самородовой. Разведгруппы, которые попали в блиндаж прямо перед обстрелом Кремля немецкой дальнобойной артиллерии. В их руках обнаружение вражеских орудий и спасение столицы. Вам нужно определить три населенных пункта, соединить их линией, чтобы образовался треугольник, и найти середину, населенный пункт, который находится посередине этого треугольника. Команда «Тайфун» с первых секунд находит города-герои – Москву, Смоленск и город воинской славы Елец. Затем рисует треугольник. Плохо читаемая военно-тактическая карта усложняет задание участникам игры. «Карта – это нечитаемая, потому что здесь обозначения идут, вообще они должны быть цветными, и из-за того, что они черно-белые, они вообще непонятны будут. Это угольник, то это получается Калуга. Правильно, правильно. Это город Калуга». Главная задача участников квеста – знать подробности самых важных этапов битвы под Москвой или включать логику. Прохождение игры сопровождается реальной историей одного из героев тех событий. Точки маршрута названы в честь военных операций – Орловско-Брянская операция, Калининская оборонительная операция. А здесь бойцам включают известные голоса героев Великой Отечественной войны, которые сообщали населению все важные новости. «Особенно сразу угадывают Левентана, Сталина, а потом уже смотрят. Если, например, идет речь о танковом сражении, они уже смотрят и читают, кто был героем в данном виде». Исторический квест основан на реальных событиях. Бойцы знакомятся с судьбами героев, читают письма, воспоминания фронтовиков, расшифровывают пароли и даже слушают военные песни. «Ну вот этот». «А, с Муглянкой. Молодцы». «Сегодня мне в первый раз довелось участвовать в историческом квесте от волонтеров Победы. И думаю, что это очень крутой формат изучения истории, когда ты не только слушаешь историческую справку, но и выполняешь интересные задания. Мне очень понравилось это мероприятие. С нетерпением жду следующего». «Сегодня наша команда поучаствовала в квесте, посвященном историю нашей Родины. На квесте мы спели военные песни, расшифровали тайные послания из подручных средств. И я хочу сказать спасибо организаторам за то, что они рассказывают нам о героях и подвигах тех времен». Участники, набравшие лучший результат, получили призы и дипломы и наверняка запомнили подробности сражения за Москву, которое началось 30 сентября 1941 года и закончилось 20 апреля 1942. Историки считают, что оно серьезно повлияло на ход Великой Отечественной войны. Дарья Самородова, Григорий Волков, программа «Время местное».